Преступления с использованием современной технологии. Как победить кибермошенников сегодня обсудили в прокуратуре Ниньского округа. Там прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Ниньского округа по борьбе с преступностью. Кто, а главное, как воруют наши деньги, смотрите в следующем материале. В Ниньском автономном округе, как и в других субъектах Российской Федерации, получило значительное распространение совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств у банков, кредитных организаций и физических лиц, совершаемых с применением высоких технологий и вредоносных программ. В Ниньском округе наиболее распространенный характер носит хищение денежных средств с банковских счетов. Преступник осуществляет рассылку сообщений на абонентские номера операторов сотовой связи со ссылкой на скачание вредоносного программного обеспечения. После того, как лицо, которому поступила ссылка, нажимает на нее, начинается скачивание и установка вредоносного программного обеспечения, которое во многих случаях является незаметным. В минувшем году преступлений в подобной категории было выявлено 109, в текущем уже более 150, что свидетельствует о динамичном увеличении. В настоящее время причиненный ущерб от таких преступлений превышает 3 миллиона рублей. Раскрываемость практически отсутствует. За 2015 и первый квартал 2016 года раскрыто всего одно уголовное дело. К таким преступлениям можно отнести интернет-предложения товаров и услуг по низким ценам, вирусные программы, позволяющие дистанционно управлять банковскими счетами и атака персональных компьютеров с последующей блокировкой. Только в первом полугодии 2016 года в управлении Министерства внутренних дел России по Ниньевскому автономному округу зарегистрировано 48 случаев мошенничества и 25 краж денежных средств с банковских счетов, также 86 иных преступлений, совершение которых было непосредственно связано с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Для того, чтобы завладеть вашими средствами, мошенники придумывают разные методы. Например, предлагают оплатить несуществующий товар или услугу, перевести деньги попавшему в беду родственнику и многое другое. Подобные преступления, отмечают правоохранители, раскрыть сложно, ведь преступники находятся далеко за пределами округа.